Друзья, всем привет! С вами я, Оля Ермилова. Шутка. Оля как-то пошутила, кстати, что я взял ее фамилию, когда мы поженились с ней, что якобы я взял ее фамилию Ермилова, что она была всегда Ермиловой. И люди так откликнулись классно на эту шутку. Все так говорят, правда, фу, какой он дурак вообще, как он мог взять фамилию жены. Ребят, я ничего не имею против того, чтобы взять фамилию жены, как бы, ну, ничего в этом, считаю, такого нет. Но на самом деле Оля взяла мою фамилию. До 2008 года Ольга была Остолецкой, чтобы знали ее настоящую фамилию Девичью. Когда мы поженились, она сразу же взяла фамилию Ермилова. Очень хотела быть Ермиловой. Она всегда говорила, я чувствую, что Ермилова – это моя фамилия, и я под этой фамилией стану наконец-то знаменитой. Вот так и получилось. А я еще раз Сергей Ермилов, если я этого не сказал еще. И сегодня я отвечаю на то видео, которое Оля записала по поводу мужиков, которые не работают. Я думал над этим видео. Кстати, когда она его записывала, я сидел тоже в машине, и потом еще пересматривал видео, потом читал ваши комментарии на это видео. Сейчас я один еду, Оли нет, так что некому дать мне по башке. Но я не услышал, не увидел в ваших комментариях той точки зрения, как мне кажется, что до сути никто не докопался, понимаете? Потому что на самом деле все гораздо глубже, чем кажется на самом деле. Такой каламбурчик. В чем суть? Вот смотрите, когда говорят о том, что мужчина не работает, и вот он такой сволочь, дармоед, сидит на шее у жены, то давайте посмотрим на ситуацию немножко с другой стороны. Кто на самом деле здесь в этой ситуации жертва, а кто получает все плюшки? Ну вот смотрите, например, приведу такой пример. У нас дома есть кот. И этот кот живет у нас 10 лет уже, 10,5 лет ему, и он никогда не ловил ни одной мыши в жизни. Он всегда ел из миски, он знает, где стоит его миска, знает, где стоит его поилка. И он умеет есть корм только из этой миски, и только тот, который я ему туда положу. Если корм у него рассыпался вокруг миски, он его уже не ест, он ест только из этой миски. И, казалось бы, вот он сволота, да, такой дармоед, но мы же зачем-то его держим, этого кота? Мы его держим, потому что нам нравится, да, он дарит нам свою любовь, нам нравится его гладить, держать на руках, он мурлыкает. Но в данном случае жертва-то получается Тимофей, наш кот, потому что если вдруг мы его отпустим, то он умрет, он просто не сможет себе добывать еду, он не умеет этого делать, он никогда в жизни этого не делал. И мы-то легко его заменим. Ну, то есть другого кота себе возьмем, и другой кот будет точно так же есть из этой миски, мурлыкать и все. А Тимофей без нас прожить не может. Так и этот мужчина, который несчастный, не работает по каким-то причинам, ну, причины у всех могут быть разные, да, просто он не любит, да, возьмем худший вариант, он просто тупо тунеядец не любит работать. И он нашел женщину, которая, в принципе, ну, как бы готова, да, это переносить. Ну, то есть женщина, которая ничего не имеет против. Ну, раз она с ним живет, она же не имеет ничего против. Смотрите, женщина с ним живет и говорит, ах, какой он сволота, он не работает, ничего, сидит на моей шее, но она же почему-то с ним живет. Почему она с ним живет, давайте разбираться. Ну, наверное, во-первых, потому что первая причина, я считаю, самая первая причина, то, что ее большая неуверенность в себе. Потому что она, например, считает, что если она с этим мужчиной расстанется, то, наверное, тогда она будет больше никому не нужна. То есть она нужна только этому мужчине, тунеядцу. Другие мужчины нормальные, которые нормально зарабатывают, работают, да, какие-то активные там, ну, не такие растения, как этот, они просто-напросто на нее не обратят внимания, потому что они, им неинтересна такая женщина, как она. И она его возле себя держит, потому что, ну, пусть хоть какой-то мужчина будет, да, чем вообще никакого. Ну, это вот первая такая причина. И она как бы сознательно, ну, и, может быть, подсознательно идет на то, чтобы, там, кормить его, давать ему деньги и так далее, позволять ему так себя вести, потому что, ну, ей удобно, у нее есть мужчина, зато она замужем, да. Тем более, если они уже родили детей, то есть оправдание всегда, что детям же нужен отец. Ну, там, сходит в школу, отведет, там, заберет из школы, в магазин сходил. То есть, ну, мужчина, находятся ему какие-то домашние такие бытовые занятия, без которых, может быть, можно было бы обойтись, но он их, там, выполняет, потому что хоть как-то, да, изображать надо деятельность. Вот. Это самый такой простой пример. Другой, например, пример. Оля тоже говорила об этом, говорила, что просто-напросто женщина себе покупает. Она, допустим, женщине 50 лет, она зарабатывает, там, 100 тысяч долларов или миллион долларов в месяц, может себе позволить. Но представьте себе, какой, ну, как бы она мужчину себе нашла, который бы зарабатывал, ну, аналогично, как она. Ну, вот мужчину, представьте себе, там, 50-60 лет мужчина, который зарабатывает миллион долларов в месяц, ну, вряд ли он ищет 50-летнюю женщину себе, правда? Ну, давайте. Если он не женат, ну, наверное, он каких-то себе возьмет 20-летних телок, нагрузит полную яхту и пойдет с ними в море развлекаться. Нафиг ему 50-летняя женщина, которая зарабатывает. Вот. Но это я ушел. Значит, суть в чем? Суть в том, что мы всегда на самом деле как бы вуалируем свою истинную причину. Истинная причина и истинное, на самом деле, положение дел, я считаю, что жертва тот мужчина, который не работает. Почему? Потому что от него всегда, ну, когда в какой-то момент женщина, например, или найдет себе другого мужчину, или как-то она немножко вырастет ее самооценка, и она решит, что она без этого мужика все-таки может обойтись нафиг ей это растение, и она его пошлет нафиг, то в ее жизни ничего не изменится, по сути. То есть она спокойно будет жить себе дальше и поймет, что она просто сбросила камень со своей шеи. А чувак этот, ну, у него проблема. У него большая проблема, потому что он ничего не может делать, как наш кот Тим. Он не может добывать корм, он ничего не умеет. Естественно, ему придется пойти там, куда-то работать и так далее. Но у него проблем гораздо больше. То есть в данном случае я считаю, что жертва он. И если вдруг, я к мужчинам обращаюсь, вы находитесь в такой ситуации, когда вы чувствуете, да, что вы начинаете зависеть от кого-то, не знаю, от женщины или от своего работодателя, потому что вам платят больше, чем вы там заслуживаете того, да, то знайте, что эта лафа в один момент может закончиться, и просто вы окажетесь у разбитого корыта, поэтому нужно прежде всего заниматься собой. Если вы оказались в таком положении, наверное, это самое лучшее, да, самый лучший момент заняться развитием себя. И мы же всегда оцениваем, да, как-никак, что мы отдаем и что получаем. И если вы получаете сильно больше, чем отдаете, то, наверное, когда-то этот баланс, он приведет к разрыву ваших отношений. Поэтому либо они вместе находятся, потому что женщина получает, получает то, что-то другое, да, она ему дает деньги, взамен получает его там либо молодость, красоту, либо там любовь, либо там просто свою самооценку. То есть она самооценку, потому что она же, смотрите, она как может повышать свою самооценку? Она его всегда упрекает. Она говорит, слушай, ну ты же не работаешь, ты сидишь на моей шее. Представляете, как это повышает его самооценку? То есть он ничтожество, а она такая крутая. То есть она, может быть, и сама-то не особо, да, да, но на фоне этого мужика она видит, что она крутая. Нам всегда нравится возле себя видеть людей менее успешных, чем мы, потому что на их фоне мы круто выглядим. И она таким образом решает свои проблемы с самооценкой, не осознавая этого. Но самая большая проблема, я считаю, самая большая жертва, все-таки это мужик, неважно, мужчина это или женщина, который зависит от другого и который вынужден, скажем так, жить на средства другого. Но это проблема. Это, прежде всего, проблема того, кто не работает. Вот, как бы это мое мнение, а вы же сами решайте. Я буду рад услышать в комментариях ваше мнение под этим видео. Отвечу на все ваши комментарии, обещаю. Все, ну, простите, что за рулем. Ну, самое удобное место за рулем, знаете, получается, пока еду с тренировки домой, вот уже въезжаю в Новопечерские наши липки. Все, всем удачи. Жду ваших комментариев, ваших мнений. Спасибо.